Добрый день дорогие друзья! Сегодня отдел литературы по искусству представляет вашему вниманию мастер-класс розы из ватных дисков. Мы с вами уже делали тюльпаны из гофрированной бумаги, но цветы также можно делать из разных материалов, которые находятся в каждом доме. Сырье для них буквально повсюду. Это и кусочки поролона, лоскутки ткани, старые коробочки, пластиковые бутылки и стаканчики, деревянные прищепки, скрепки, кусочки проволоки и многое другое. А сегодня я хочу показать вам книгу Ирины Агаповой и Маргариты Давыдовой «114 игрушек и подделок из всякой всячины». Эта книга поможет вам разбудить вашу фантазию и посмотреть на изготовление сувениров своими руками под новым углом. Для сегодняшнего мастер-класса мне понадобятся следующие материалы. Ватные диски, клей ПВА, ножницы, деревянные палочки или шпажки, кусочки проволоки, акриловая или акварельная краска, кисть, тейп-лента, кусочки фоамирана или кусочки гофрированной бумаги, фольга. Начинаю я с того, что отрываю от фольги небольшой кусочек. И делаю из нее капельку. Для того, чтобы роза была более реалистичной, вы заранее можете посмотреть устройство цветка. Как выглядят лепестки, как выглядят листья и как они прикрепляются к бутону и к стеблю. Вот мы сформировали будущий бутончик. Для того, чтобы его закрепить, я использую клей. Наношу каплю клея в серединку и вставляю палочку. Я заранее приготовила шаблоны листиков. Нарисовала для себя лепесток розы, а также чашелистик. Теперь я наливаю клей ПВА в емкость. Клея должно быть достаточно много, потому что мы будем смачивать им ватные диски. Теперь подготовим сами диски. Глядя на форму лепестка, мы понимаем, что лепесток розы имеет форму, похожую на форму капли. Берем ножницы и вырезаем из ватного диска лепесток. Вы можете придерживаться природных форм, если вам нужно сделать реалистичную розу. Если вы же хотите просто осуществить какую-то свою фантазию, то вы можете изменять как форму, так и способ крепления листьев к бутону, к стеблю. Таких лепестков может быть от 10 до 20. Чем больше лепестков вы делаете, тем более пышной будет ваша роза. Точно так же я вырезаю листья розы. Можно вырезать листья из ватных дисков, можно вырезать из других материалов. То есть экспериментируйте, не бойтесь. Вот эти листья вырезаны у меня из фоамирана. После того, как мы подготовили нужное количество лепестков, приступаем к приклеиванию их на бутон. Для этого мы обильно смазываем заготовку лепестка, клеем ПВА с обоих сторон. Если есть такая необходимость, то можно промазать диск и внутри, для лучшего склеивания. Теперь мы как будто бы заворачиваем наш бутон в диск. Точно так же мы поступаем и со вторым лепестком. Мы видим, что постепенно бутон приобретает форму. После того, как мы сформировали серединку бутона и приклеили первые лепестки, желательно дать нашей заготовке просохнуть. Сейчас она уже сухая и я продолжаю приклеивание лепестков. Субтитры создавал DimaTorzok Далее всех последующих лепестков мы подгибаем, так как это выглядит у настоящей розы. Пока лепестки влажные, они легко формируются и можно придать любую форму. Вы можете взять, изучить живую розу, можете посмотреть розы на фотографиях, посмотреть, как укладываются лепестки, как они выглядят. Если вы хотите создать какой-то эксклюзивный интерьерный сувенир, то вы можете уложить лепестки каким-то своим придуманным способом. Для того, чтобы ускорить процесс, я сделала листики розы из фоамирана. Я вырезала по заранее приготовленному шаблону и собрала их вот в такую веточку. Веточка сделана из проволоки. Здесь три элемента. На каждом элементе приклеен вот такой вот листик. Листья можно приклеить на горячий клей, либо на какой-то другой клей, но тогда придется немножко подождать до полного высыхания. После того, как мы сделали веточку с листьями, нам нужно прикрепить ее к стеблю розы. Стебель оформляем при помощи тейп-ленты. Слегка натягиваем ее. Вращаем палочку. И постепенно опускаемся вниз. Одеваем приготовленный заранее чашелистик. Можно подклеить его на горячий пистолет. Но пока моя роза еще влажная, я не буду этого делать. Я покажу, как я закрепляю чашелистик лентой. Остается только прикрепить веточку с листьями. Вы можете оставить свою розу белого цвета. Это тоже очень красиво. Или вы можете окрасить ее при помощи акриловых или акварельных красок. Предварительно разведя их водой. И посмотрите, как теперь выглядит наша прекрасная роза. В этой технике можно создавать и другие цветы. А также интересные, эксклюзивные интерьерные украшения. Главное, не бойтесь фантазировать и удивлять. Более подробно с этой, а также с другими техниками создания цветов, вы можете познакомиться на занятиях нашего клуба творчества и чудотворства, который работает при библиотеке. Приятного творчества! До новых встреч!